вот так вот засниму еще вот эту гретку свою центральную она примерно где-то 5 с небольшим ну пусть 5 5 на 5 метров наверное казалось бы всего ничего да что такое 5 на 5 25 квадратов ой но что-то я умаялась ее копать копаю копаю она все не кончается и не кончается вот в это место вот как раз в прошлом году вносили вот этот вот перегной коровьего навоза дорого обошелся 13 тысяч машина и 6 тысяч за то чтобы раскидать но вот почти двадцатка но зато картошка хорошо выросла здесь было ее много ну вот сейчас вот что я сделала вот здесь вот два редка картошки причем вот так которая торчит из земли которая вышла вот этот вот посередине большой куст это все озимая картошка что там пооставалось после осени что-то пооставалось и она вот-вот проклюнулась и у меня собственно рука не поднялась ликвидировать и я их сохранила ну вот эти они побитые градом стоят вот а там где остались свободные места там я подсаживала картошку с ростками от этого года вчера тут три лунки посадила вот вот здесь вот рядок посадила это вот целый 99 кустов так его вот так вот видно его должно быть вот туда вносила всякую но всякую вкусную для них всячину вот сюда это я до урагана все подсаживала но не знаю посмотрю как будет расти то есть получается что в одном рядке и озимая картошка та которая вот стоит и этого года хотя уже вот июнь месяц сегодня у нас такое восьмое до восьмое а вот здесь вот доску положила и вдоль доски повтыкала маленький лучок маленький на зелень он кое-где кое-где вылупляется но он уже был такой с ростками вот так вот прям вдоль доски туда тоже внесла вот этот гранулированный навоз но был куриный сейчас появился в этом году магазинах гранулированный куриный конские коровьи я сначала куриный куриный попался мне купила а теперь вот коровье удобная штука гранулят вот этот у кого нет из своего навоза но условно говоря два килограмма пачка но стат 170 где-то из 120 был вот куриный был 120 явно покупала в леруа коровье купила за 180 но его все равно хватает для посадки и для того чтобы растение потом питалась этим грануля там и сравнить да и сравнить 13000 машина перегноя кота вот этого коровьего навоза там половина глины было так что как бы трудно сказать что выгоднее вот но хорошо что есть такой вот такой такой вариант вот такие вот эти картошки про них надо было конечно отдельный фильм снимать это озимая картошка пересаженная вот у меня такой кустик есть раз еще есть кустик он сейчас покажу даже уже начала немножко отрастать 2 ох я так жалею что я его не засняла на видео это было бы прям прям красота красивенная это вот озимая картошка ну я перекапываю эту грядку и случайно не заметила и меня на лопате хоп лежит вот такая здоровенная картоха целехонько я перезимовала просто как в холодильнике отличная и на ней вот такие вот три ростка раз-два-три ростка по моему даже 4 было один я обломила по неосторожности и корешочки такие молоденькие свеженькие беленькие я его выкопала она так легко вышла из земли не травмировалась думаю что же я с ней буду делать вот взяла тут ее посадила обратно то есть у меня есть несколько таких кустов которые озимые и пересаженные вот этой весной вот еще торчит озимая тоже надо ее чуть с ней как-то и и куда-то присовокупить какой-то грядки то есть картошка в принципе сильное растение у нее крепкие вот эти ростки единственное ну чего она боится но вот этих вот заморозков сильных когда вот зелень отрастает ее морозом бьет она не всегда выживает ну пас насчет града еще не пока нет у меня такого опыта вот будем смотреть что будет после того как ее град побил не ну понятно дело про вредителей не говорим мы вредители если придут и захотят сожрать они сожрут но у нас последние года как-то вредителей не было особо заметно видимо сорта уже пошли такие мужа куб берем из магазина я в прошлом году вообще покупала в магазине с небольшими росточками такую которую продают на еду и сажала не вообще не увидела никакой разницы между тем что продается как бы семенной картофель да он по цене соответственно дороже существенно дороже обычная картошка там по 50 рублей килограмм стоила семенной там рублей двести и такая она какая-то не очень незавидненькая вот разницы не заметила даже наоборот хочу сказать что магазинная картошка которая для еды она вполне себе нормально в прошлом году я там есть ролики 4000 процентов то есть по весу 100 грамм картошку закапываешь 4 килограмма выкапываешь но если конечно за ней так более-менее не надрываясь ухаживать то есть создавать ее условия соблюдать агротехнику так а вот здесь у меня укропчик тут я его посеяла несколько рядков пока непонятно но похоже вышел тут зеленые листья валяются это то что ураганом принеслось деревьев но такое ощущение что вот этот укропчик укропчик так он вроде как рядочком даже ну в общем вот так вот такие огурцы красиво вот так красиво выглядит так что посмотрим что у нас будет в этом году в конце сезона ничего нельзя загадывать с нашими с этим високосным годом но погода сегодня стоит вообще шикардос просто 24 градуса небо вон так затянуло маленько было было голубое такое немножко птички поют тепло было бы так вот хотя бы в эти несчастные три месяца ждешь и ждешь ждешь и ждешь этого лета и даже этих трех месяцев не не дает нам небесная канцелярия не дает спокойно законно прожить эти три летних месяца так чтобы более меня не трепало оно тебе нервы такие вот у меня тут обглоданной картошки стоят а побитые вернее не обглоданная побитая ваганом прошлась кстати по клубнике еще раз надо было снять не успеваю лежит прямо она лежит здесь я уже поубирала ягоды просто вот те которые были самые крупные но зелененькие вот такого плана даже покрупнее они все лежат то вон они лежат вот они лежат просто как срезанные как срезанный ножом и на одном под одним кустиком даже две такие крупненькие вот они прям начали краснеть то есть растение соблюдает свою программу которая в нем заложена нужно ему ну вот они нужно ему эту ягоду чтобы она вот то есть программа заложена чтобы ягода должна покраснеть там листья вот такие вот и она даже срезанная а вот она тоже тоже сбитая все ничего нету даже то что вот выжила после заморозков вот эта грядка кстати не так было долго носиком побита она потому что молодая в прошлом году я ее сажала она покрепче видимо меньше тут заразы вот то есть вот она если программа у него заложена покраснеть чтобы ягода покраснела но даже даже сорванная срезанная зель в зеленом виде она покраснеет буду будет во всяком случае стараться насколько у него сил хватит да вот хожу горстями собираю эти ягоды я уж пособирала тут прям снимать даже не хочу с моей снимать и смотреть они вот такие все вот ягодки завязи они все с такими черными пятнами я думаю что это либо заморозок вот так повредил то есть вот она тут цвета ложи вот это вот она черная либо заморозок либо либо долгоносик подгрыз вот это вот ну вот это долгоносик это точно хотя вообще не факт может и заморозок такой вот в общем в общем вот так вот то есть все стремится жить все стремится плодоносить любое живое существо и все время об о пункте вот и моя хорошая надо же ягодку целенькую ухтышь осень какое число 8 июня как ты выжил ты милая моя после вот этого всего что произошло так но теперь тебя наверно птицы склюют сейчас сделаю маскировку с прикрою ее травкой пускай дозревает первая розовая ягодка после 8 8 8 июня так надо запомнить ну вот тут мне писали комментариях что столько всего покупать это дешевле 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 пойти и купить в магазине ну эти фрукты овощи да да это понятно естественно если считать экономически вот ну все расходы и все трудозатраты это естественно это невыгодно я когда начиналась заниматься огородом так более или менее осознанно ну хожу-то я сюда много лет с разной степенью периодичности потому что ну от занятости все зависит вот и когда время есть или было или не было но раньше меня в основном использовали на таких на тяжелых работах то есть пришла вскопала и и отвали свободно дальше тебя тут не надо вот а потом когда я уже как-то увлеклась и решила повкладывать труд то есть интеллект вот картошку туну такая перебитая ну какие-то знания почерпнуть то есть чтобы привнести что-то агрессивная так сказать ну чтобы вот ну как-то как-то сказать тех технологии чтоб технологии нафиг оторву это слово есть что-то слово осталось забывать инновации да инновации это не совсем то принести новшества каких сельское хозяйство да вот в это огородное что-то начала читать смотреть изучать ну и пробовать экспериментировать сажать первыми эксперименты были с картошкой это выращивать картошку там в траве под травой в мешках но не так вот дедовским способом дедовским то нам не надо дедовским это все понятно закопал в землю окучивай и вы будьте картошка нет вот хотелось что-то прогрессивного вот ну дальше начала я когда там реанимировать кусты понимать и пытаться понять алгоритм и вообще по которому принцип по которому вообще растение существует ну и собственно пришла к выводу к такому простому выводу что шить то выгодней а я как раз тогда занималась но у меня было дело вот которая была основана на швейном производстве вот интерьер нам есть у меня там ролики кое-что выложила я из архивов своих вот ну и пришла к выводу что шить выгоднее с точки зрения вот приложения труда у меня в низинке картошка которая вот она еще не вышла более-менее более-менее живая пока еще после одного града вот выходит а вот она выходит бедолажка вот она выходит а это кстати картошка да вот я же сажала с большими ростками я все-все-все вот это вот посадила с большими ростками мне мама все время ой не сажай с большими ростками обламывай обламывай а я смотрю на нее и думаю а зачем обламывать этот большой росток растение на него потратила силы растение вложилось в этот росток. Зачем его обламывать? На нем почки. На нем видно совершенно. Ростовые почки. Может быть, с точки зрения промышленного картофелеводства это неправильно. А мне вот интуитивно казалось, что нужно сажать вот как есть. Вот отрастила эта картошка эти ростки, ну и сажай себе с ростками. Просто нужно аккуратно, чтобы они не обломились. Аккуратно его закладывать в лунку. Чтобы они не обломились. Вот эти вот картошки, вот эти два рядочка, они тоже все с большими ростками посажены. Они просто сходят неравномерно. В зависимости от того, там, видимо, какие ростки. Я выбираю покрепче растения. Ну, не все сейчас стоят грязные, неприглядные такие грязные, побитые. После града. Вот, надо будет... Сейчас чуть-чуть они очухаются. Надо будет их подокучить. Я вообще планирую вот эту агротехнику. То есть, окучиваешь, окучиваешь, окучиваешь. И... То есть, делать как бы высокое окучивание. Не только при помощи земли, но и при помощи скошенной травы. И там прекрасно развивается картошка. Вот, прекрасно. То есть, если растение... Вот если она вышла, если она дала вот такой прирост, да, вот такой кустик, ее достаточно окучить, ну, два раза в год. Так хорошенько. И вот в эту массу, которой ты окучиваешь, вот этот кустик, да, можно вносить хорошую просто полудородную землю. Я туда вон беру и с низинки вон оттуда. Ох, тут у меня красота всякая разная. Ой. Оттуда таскаю. Пойма заросла, крапива, и не успела я ее всю повыдергивать. Буду выдергивать, потому что это строю материал для теплых грядок. Сейчас вот осталось еще немножко посажу. Там все семена, которые купила, закопаю. Закопаю, чем семена, которые купила. Буду заниматься строительными работами, достраивать эту дамбу. Здесь у меня такой декоративный плетень. Бабушка повесила на него эту тряпку, холстину. В прошлом году надо сейчас убрать. Он весь... Ой, а его весь развалило, этот плетень. Тоже, наверное, ураган-то на него подействовал. Вот. В общем, про что говорила? Что-то... А, про картошку. Да. То есть, если вносить вот в эту кучку, которой окучиваешь картошку, вносить черненькую земельку, перегнойчик, какой-нибудь компостик, срезанную, скошенную траву, опять земельку, там получается вот в корнях у него получается отличный микроклимат. Я еще один эксперимент ставила в прошлом году, в прошлом или в позапрошлом. Позапрошлом, по-моему. Ох, как жалею, что не засняла. Это было просто нечто. Сейчас на словах расскажу, попробую рассказать. Визуально, конечно, оно более понятно. люди сейчас не смотрят такие, не слушают такие ролики, ну и не надо мне. Вот. Мне надо, мне самое главное, у меня столько всякого разного опыта, и как-то его надо, его как-то надо систематизировать и фиксировать. Вот. В прошлом году, нет, в позапрошлом, вот там у меня есть участочек, сейчас, тут кусочек, такая тут новая земля. У меня что-то мечта всегда была здесь тепличку поставить. Здесь хорошее место, потому что с утра не жарко. С утра вот тем лесом как бы солнце там встает и тень от леса. И, то есть, если с утра не успела открыть, допустим, да, оно не погорит. То есть теплицу надо ставить, как умные люди говорят, ее надо ставить в том месте, где с утра тень. А вот уже, когда день, то ничего страшного. Потому что самое опасное время для растений в теплице это вот утро, когда начинает сразу резко долбить солнце, то им тяжело, они горят. Вот, в общем, короче, вот здесь вот. И не успеваю, естественно, все, не хватает рук, времени. И я, что-то я тут сделала. А, весной просто взяла и разложила картошку где-то вот тут, вот в этом месте. тут у меня еще идет дренаж, дренаж от домика, две дренажные канавы. Я их все планирую засыпать песком. Ну, вот они. Их не особо видно, но, в общем, не суть. В общем, вот в этом месте разложила картошку, а травы еще не было, то есть было пораньше, где-то в апреле, может быть. и пошла в другие места там косить, полоть, что-то такое делать, в общем, с землей работать. И на эту картошку носила не, не так, бру. Я ее не разложила. я ее закопала. Я ее закопала в несколько рядков, вот в этом месте, точно. И было это достаточно рано, весной. у нас, как обычно, в апреле начинается тепло, там до 25 градусов доходит, а потом резко холодает. Я ее прикопала в рядочки, и эти рядочки просто взяла и завалила, ну, потом дальше пошла, естественно, в другие места полоть, копать, косить, и завалила эту закопанную картошку, то есть не глядя прям, вот этим всем выкопанной с зеленой массой. Думаю, посмотрим, что будет. Пробьется через такие толстые стебли, какая-нибудь, ну, сейчас я тут покосила, ну, вот такого плана, вот такого плана, какая-нибудь, вот такая сныть, что-то было, может, прошлогоднее что-то. В общем, завалила и ушла. Время идет, смотрю, картошка не выползает, и не выползает, не выползает, не вылезает, думаю, наверное, погибла, не смогла пробиться, сгнила, и все. Думаю, дай уберу это то, что я сверху навалила, вот эту всю зеленую массу. Ну, подняла аккуратненько там руками, вот, и что же я увидела? Я увидела такие толстенные, толщиной вот с палец, белые стебли, прям вот белые, и с маленькими зелеными, зелеными такими верхушечками, вот с листочками, то есть она настолько, ну, прям вот вложилась, вот эта картошка, она вложилась в то, чтобы пробиться через эту толщу, вот она как будто чувствовала, что вот она идет к свету, то есть она тянет свои ростки к свету, и можно было, ну, я просто рано убрала этот покров зеленый, можно было не трогать, и она бы пробилась, то есть она вот-вот, вот-вот, вот, и должна была пробиться, то есть я когда убрала эту зелень сверху, из земли стояли, вот такие вот стояли, прям как пальцы белые, с зелеными, на кончиках, с такими зелеными листиками стояли картофельные ростки, я просто обалдела, зрелище было невероятное, ну, во-первых, оно необычное, растение как бы так не видишь, вот, то есть это был процесс, именно тот, который происходит под землей, когда вот она начинает расти, я испугалась, что она сейчас погорит, бегом давай ее окучивать, окучила, и в общем, неплохая была здесь картошка, неплохой был урожай, а я, наверное, тоже вру, сейчас, я не в апреле ее здесь закапывала, а чуть ли не в июне, в общем, не помню точно дату, потому что, да, потому что, если я вот такими вот толстыми вот этими штуками ее заваливала, значит, уже был такой сорняк, соответственно, наверное, в начале июня я ее таким образом сажала, потому что сорняка уже было много, и мне было, чем ее накрыть, вот так, вот, надо все записывать, потому что, записывать сразу, по факту, как что-то происходит, сразу записывать, иначе потом фиг вспомнишь, короче, ладно, я не думаю, что кто-то это будет смотреть, слушать, но мне важно, это было, можно было это рассказать, вот этот кустик, что-то на нем сохранилось, но трудно сказать, доживет, не доживет, а этим пофигу, вот этим, не, нет никого, кстати, все ушли, нету муравьев, не вижу, очки надо поменять, посильнее одеть, ладно, все, пока, иначе, иначе не закончу никогда, 24 минуты, 24,40, здорово, иначе,